полеты во сне и наяву снармин дорогие друзья здравствуйте сегодня в программе полеты во сне и наяву снармин мы разговариваем с очень интересным серьезным человеком и для меня дорогим гостем у нас сегодня в студии исполняющий обязанности ректора гитиса легендарного театрального вуза главного вуза страны и театровед и мой давний друг григорий заславский добрый день спасибо большое я тоже очень приятно да я вообще рада что сегодня такое новое яркое молодое лицо у в том числе скажем так ну на руководящих важных и одновременно творческих позициях мы начнем конечно разговор собственно с вот этой новой ипостаси но потом вернемся к собственно к разговору о театре но я все стараюсь немножко критиком остаться хотя я понимаю прекрасно что это очень сложно и если например я иду смотреть спектакль кого-то из мастеров гитиса я понимаю что если мне не понравится я конечно уже не смогу поругать это будет неправильно только хвалить ну да это кстати получается очень интересная вилка потому что это люди которые работают в институте естественно потому что повторюсь гитис это не просто легендарный вуз это наверное символ того чем и должен быть творческий вуз потому что те мастера которые работают там в качестве педагогов они одновременно являются лицом нашего театра да да искусство да тут просто всеми можно гордиться и и конечно когда там мне недавно какая-то компания нефтяная предложила прочитать у них лекцию на тему как руководить людьми которыми руководить невозможно я подумал я подумал действительно это смешно например говорит что я руковожу женовачом там или андреевым потому что я им не руковожу что и они не руководят своими студентами они их направляют они и они делятся с ними своим мастерством потому что конечно в этой профессии очень трудно говорить о том что кто-то кем-то руководит и точно так же и в самом гитисе да ну конечно есть какая-то дисциплина разумеется ее все придерживаются но это не руководство такая не армейская дисциплина а сейчас самый приятный момент уже миновала острая пора вступительных экзаменов ребята начинают учиться кто в этом году пришел а штурмовать гитис вообще это такая безумная безусловно аппарат для детиса который как я прочитал в интернете и на сайте гитиса это ну то есть я знал конечно что это так но когда ты об этом говоришь как некая фигура речи а вдруг ты читаешь это действительно так что он крупнейший в европе и один из крупнейших в мире театральных вузов а самое главное что это институт который одно время справедливо назывался университетом как и консерватории как и в гиг потому что у нас вот что называется возможно производство замкнутого цикла да у нас есть актеры чтобы играть режиссеры чтобы ставить сценографа чтобы это продюсеры чтобы раскручивать этот спектакль и критики чтобы все это ругать или хвалить то есть но все есть и мне как раз это одна из главных таких мыслей моих вот в той программе который я вот сейчас сочиняю пишу чтобы вот эту возможность связи и взаимосвязи и факультетов чтобы ее использовать максимально чтобы студенты знали друг друга ну в деле в первую очередь естественно не только имели эту счастливую возможность те кто в общежитии на кухне встречается представители разных факультетов но и в учебе и в работе а что касается тех кто пришли но вообще как ни странно представители чем дальше от москвы тем более грамотные например и самые такие вот безалаберные это чаще всего именно москвичи больше четырех тысяч человек было на 15 мест бюджетных актерского факультета на 11 мест режиссерского факультета тоже больше четырех тысяч человек то есть это сумасшедшие абсолютно конкурсы и поступают очень очень много приходит людей из тех для кого это не профессия роскоши а для кого это действительно такое представление о смысле жизни и которые приходят не только за деньгами и славой но вот они себя не мыслить без сцены без театра и в связи с этим очень много например вот те кто приходит из ну не знаю как сказать из бедных очень небогатых семей и я бы просто прямо сразу же сказал что очень благодарен губернатор московской области за поддержку одного мальчика который поступал из города подольска поступил из города подольска и вот то что он сможет учиться у впервые набравшего в этом году владимира панкова и я завидую вот искренне завидую тем кто к нему поступил потому что этот человек который ну вот ты сам хочешь него учиться когда он тебе звонит гриша мне мне нужно еще три бюджетных места я говорю полноте это невозможно потому что бюджетные места на этот год они были уже определены задолго очень давно бюджетные места на 2017 год уже были определены дома его прихода там в апреле в 2016 года а сейчас можем быть о том какие бюджетные места мы можем просить и рассчитывать на что в 2018 году он начать он начинает буквально плакать и когда ты что он уже собрал весь свой курс он уже с ними начал заниматься он уже придумал кто к нему будет приходить он уже придумал как он будет на каких на каком материале с ними заниматься в первом семестре первого года их обучения и это факультет эстрады и по-моему это замечательное приобретение для гитиса это просто мне кажется абсолютно сказка то что сейчас как раз вот получив курс владимир панков одновременно стал руководителем центра драматургии режиссуры и просто это ты понимаешь что эти дети начинают учиться и уже они понимают что перед ними маячит будущее своего театра до который еще им только предстоит конечно завоевывать да то есть свой театр они получили еще до того как они ну доказали право стать театром потому что это же тоже такая вещь тоже прекрасно собственно понимаешь и знаешь что театре это это редчайшая область которая живет очень какими-то бессеребренческими и идеалистическими вещами да когда ты приходишь на дипломный спектакль и с одной стороны у тебя сидит табаков с другой константин райкин и они пришли смотреть на какое-то чудо новых вот молодых талантливых людей и когда появляется какой-то курс как говорит о это новый театр это тоже происходит задолго до того как они станут театром то есть это это происходит очень естественное рождение так было с мастерской петрофоменко так было со студией театрального искусства сергей жиновача когда и уже власти ничего не остается делать как искать деньги на то чтобы этот театр каким-то образом поддержать и легендарная табакерка выросла из курса естественно да 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 там даже еще более интересные истории потому что сначала он собрал этих ребят потом он для них придумал курс и потом собственно этот курс действительно вот из него ну вот точно совершенно да и евдокия германова и андрей смоляков да 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 гитисовский курс кстати говоря при том что для самого табакова естественно родное место это школа студия мхат но табакерка я тут тоже могу так сказать примазаться к славе этого замечательного театра за который тоже мы очень рады что наконец-то он в этом году в сентябре получает свою площадку новую заслуженную годами и выйдет из подвала да и выйдет из подвала на сухаревскую площадь рядом тоже от своего родного места да и вот театр табакова тоже родился в гитисе а вот интересно вот панков это все-таки ну такое молодое поколение это новый театр при этом есть легендарный владимир андреев есть хейфиц то есть гитис это еще и амплитуда всех поколений от самых юных до великих до патриархов с точки зрения педагогики вот для меня это тоже огромная такое вот богатство гитиса то что в нем работают такие люди как леонид эфимович хейфиц и владимир алексеевич андреев если говорить вот о самом старшем поколении потому что 27 августа в день кино андреев отмечает свое 86-летие вот леонида фимовича хейфицу 82 года и это ну просто я опять же завидую тем кто попадает к этим мастерам и хейфиц и андреев набрали в этом году новые курсы и ну например тот же самый хейфиц вот среди его учеников и нина чусова и вильма кутавич и молочников и паша артемьев и то есть вот самые разные по духу по направлению по школе люди но ремесло они получили именно из рук леонид эфимович он в этом отношении тоже вот как любой крупный мастер он из человека вытаскивает его талант его способности и точно так же как и андреев это люди которые способны дать ремесло потому что для меня очень важно то что в школе да ведь их берут отдаленными людьми а дальше нужно им да как в лит институте нельзя же научить человека быть поэтом или писателем можно ему дать представление об истории развития литературы да всего этого поэзии так и здесь они будут сами собой но главное им дать вот этого самособойственность самобытность свою раскрыть мы говорим о легендарном гетисе но при этом мы понимаем что кстати григорий заславский является еще и теле радио ведущим и театроведом но как мы говорим вот при этом таким театроведом журналистом тонко чувствующим театр всегда находившимся и находящимся до сих пор внутри поэтому вот есть институт очень живой как главный творческий вуз но при этом все равно институт это понятие академическое и есть театр в которым все время происходит я снова последний период особенно яркие иногда неконтролируемые процессы и смена поколений к сожалению ну как бы не происходит мягко это зачастую и скандалы и в общем на пике общественного резонанса все это оказывается вот как тем более руками человека молодого и человека практика будет выстраиваться мост между но если не тихой заводе но по крайней мере вот таким домом где ребята действительно получает знание опыт и любовь да потому что все мастерские это это компании собранные по любви в отличие кстати от других вузов мастер выбирает и потом они будут будут выброшены в этот океан бушующий как как с этим быть я когда был в этом году на прослушиваниях у андреева и ко мне наклонилась педагог одна из тех кто сидел на прослушивании это вы знаете очень нужен в гитесе сегодня психолог а кто-то мне говорит да и психиатр не помешал конечно же мне кажется что такая вещь наверное действительно была бы не лишней у нас правда нет такой ставки потому что я тут же уже сейчас начинаю думать об этом да а как потому что конечно же там нужно бесконечно повышать зарплату сотрудникам нужно у нас огромный грант президентский 43 миллиона рублей это невероятная до возможность чтобы педагоги получали нормально достойную зарплату при этом там тоже есть свои сложности тоже есть педагоги которые получают вполне достойную зарплату есть кто-то кто получает 800 рублей в месяц потому что он по часовик а по часовики у них вот 200 рублей в час и это кошмар и ужас когда ты понимаешь что а та зарплата которая гарантирована вот народным артистом ссср я вот сейчас подписывал новый контракт я говорю я не буду подписывать контракт андреева на три с половиной тысяч рублей я не буду а вы не волнуйтесь вот он получает нормальную зарплату я года меня волнует не то что он получает а то что я считаю я не имею права подписывать эта бумага сама она просто унизительная вот с моей стороны я не имею права предлагать такому человеку такую заработную плату она вот это то что гарантировано изначально государством да в результате она вырастает в разы и потом еще и порядки даже возникает иногда но в принципе конечно меня меня это вот ужасно как-то я дискомфорт по этому поводу ощущаю но в медицинском институте когда я учился в нем там был такой предмет на первом курсе этика и диантология врача да вот этические вопросы этой профессии вот у актеров у нас прошу прощения жирфаке тоже была этика журналисты а вот у актеров вот что-то такое тоже им необходимо потому что к сожалению очень часто сегодня актеры приходят в театр на он приходит на работу в театр а потом ему звонят из какой-то приятели говорит вот там нужно провести корпоратив и актер спрашивает а у вас сколько платят и актер готова пропустить премьеру ну например там сейчас вот мир жаловался директор калужского театра что они в вахтанговском щукинском училище отучили ребят и девочка сыгравшая джульетту в диплом спектакле спектакль который вошел в репертуар театра уехала в москву не на конкретное предложение а просто искать счастье да и мы то прекрасно понимаем что скорее всего она его не найдет потому что в москве хороших талантовых актрис очень много молодых но даже вот то что у нее нет ощущения что в тебя на тебя потратили большие деньги что тебе дали главную роль и ты в калуге в хорошем калужском театре сейчас молодая прима да вот это вот ответственность то есть здесь конечно же с одной стороны мы их должны готовить к тяжелой жизни в конкурентной среде которые конечно же вот мне кажется что с одной стороны нужно поддерживать александра александровича калягина который возглавляет союз театральных деятелей в том как он пытается защищать и защитить театральную жизнь как такую тихую заводь советской жизни да ведь у нас же актеры защищены так как не защищен как не защищены у нас не шахтеры не журналисты да мы знаем прекрасно что человек который покупает шахту видит что она не приносит прибыли он закрывает и шахтер оказывается на улице актера выгнать на улицу мы знаем нельзя и с одной стороны да нужно когда хорошо там все контрактная система с другой стороны если вдруг где-то осталось вот это вот хорошее от советской власти которое сопряжено то есть плохим тоже но может быть действительно здесь вот это вот мягкость перехода в жестокий капитализм сохранить вот это вот как насколько это вообще возможно а с другой стороны нужно воспитывать у актеров ответную ответственность если так можно сказать к тому что тебя учили тебя в тебя вкладывали силы и тут не не в том дело чтобы ты там в каждом интервью например что меня всегда трогает музыкант когда вот при этом начинает давать интервью великий башмет или великое образцово и вот это мой первый педагог и дальше по имени отчества своего учителя в музыкальной школе а потом по имени отчества своего педагога в консерватории это это то чего актеры к сожалению редко да вот я это сейчас сказал я тоже об этом это абсолютная правда у меня зачем даже великий вот у меня был в гостях пианист который молодой который получил гран-при клевлинского престижнейшего пианистического конкурса он начал с чего он начал с того что мой педагог николай народович петров абсолютно это абсолютно действительно а актеров этого не бывает хотя мы прекрасно понимаем что вот это вот ремесло да оно вкладывается буквально руками временем жизнью проведенной я на том же самым плачем жилетку да 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 они же действительно становятся во многом вот на эти четыре года что учатся актеры или 5 лет что учатся режиссеры родными людьми и они принимают участие там в их там достают их из милиции из всех их передряг как там меня недавно просили восстановить одного студента кого у него случайно у него был эпизод пьяная драка в общежитии но это случайно он никогда не пил я когда приехал из владикавказа на сетин в москву приглашаю декана актерского факультета говорю вот этот вот мальчик он никогда не пил я свою маму говорит это тот который до этого украл на пять тысяч в ашане понятно потом потом выяснилось еще несколько замечательных эпизодов жизни этого молодого скромного мальчика в результате к сожалению восстановить его не удалось то есть это да это еще человеческие всякие моменты но тем не менее мы говорим о том что этика должна быть и должно быть понимание что их ждет вот и вот наверное да мы прекрасно понимаем что очень многие уроки они получают от своих мастеров которые их учат всему да начиная с того как держать ложку потому что мы понимаем прекрасно что и этому тоже на актерских факультетах учат многих и тоже одна из очень серьезных проблем от нас да от нас требует каждый год это является пунктом моего эффективного контракта повышение среднего балла егэ по общеобразовательным дисциплинам а я не могу поднять егэ по повод русскому языку там на 3 или 5 баллов поэтому на следующий год мы поднимаем на 1 балл потому что да от нас не требует чтобы там мы поднимали сразу на 5 то есть да еще раз слушатели мы объясним то есть ребята которые поступают гитис они должны писать они должны приходить с высоким егэ это такая перспективная задача они должны каждым годом выше и выше сейчас у нас по 43 или 44 по русскому языку и мы не можем поднять до 48 потому что у нас у нас никто не пройдет потому что актеры и режиссеры к сожалению у них по русскому языку там когда они пишут сочинение то там того гляди возникнет необходимость переписывать просто их сочинение тайком и подменять написанное имя тем что напишут за никто а это картина вот по регионам как вот где выше егэ все-таки в городах москва санкт-петербург но вот опять же к сожалению москва здесь не является примером не является нет не тоже пока она не является примером нельзя сказать что вот москве пишет лучше а вот наоборот приехавшие из какого-нибудь села далекого они лучше пишут по-русски чем те кто в москве это это огромная проблема потому что больше занимаются образованием потому что меньше соблазнов там все понятно я напоминаю нашим слушателям что мы разговариваем сегодня с григорием заславским исполняющий обязанности ректора гитиса театровед человека очень хорошо знающий а главное очень любящий театр интереснейшие проблемы мы коснулись мы встречаемся разговариваем такую яркую пору начала учебного года и вообще вот это взаимоотношение собственно образование школьного и творческого потенциала вот творческие ребята которые приходят к тебе в гитис с одной стороны они должны обладать огромным количеством качеств важным для их будущей профессии актера режиссера сценографа а с другой они должны уметь хорошо сдавать экзамены в системе егэ а это предполагает не творческий подход и это в общем страшный парадокс что с этим делать я знаю как один очень известный кинорежиссер несколько лет назад просто что называется стукнул кулаком по столу и сказал что я за те деньги которые я получаю в вузе еще было до грантов я хочу хотя бы учить тех кого я хочу вот и соответственно я уж не знаю как они там подтягивали все там работа сочинение так далее потому что к сожалению к сожалению и не только сочинение а когда ты разговариваешь с абитуриентами ты понимаешь что ну ну от самого банального они не подозревают что такое означает 2016 год вот от какого вот события отчитывается вот этот самый 2016 год да вот он вообще как называется там но ты ему подсказываешь новая эра а раньше как назывался а вот писалось это рх что вы думаете рождества христова это конечно это проблема образования школьного их программ сегодняшний что знает просто ты не понимаешь когда люди живущие в москве там и спрашиваешь бывали ли вы на винзаводе там я совершенно не требую чтобы они бывали там там ослышали нет но вот зато я бывал на кондитерской фабрике говорит человек это вопрос до школы значит войну но в тратьковской галереи слава богу бывали и вот это вот конечно и понятно что театроведы например поступают те кто платно те они понимают в чем дело и зачем они идут а те которые на бюджет иногда ты не понимаешь что собственно их подвигло на вот выбор именно этой профессии потому что когда я поступал был конкурс 10 человек на место и мы все естественно вот этот список обязательной литературы мы его все проштудировали все готовы были там чуть ли не наизусть цитировать мою жизнь в искусстве а некоторые и другие серьезные труды по истории отечественного и не только русского театра а сейчас вот это вот да какие-то да проблем школы еще я хотела коснуться вот мы так сказать уже так краешком и коснулись этой проблемы условно если действительно ребенок поступает как мы говорим целево вот калуга да ты говоришь отправила это был целевой курс это одна история если мальчик или девочка из региона из московской области талантливый сам поступил на бюджет отучился в гидсе вот здесь вот такой этическим вот как ты сам считаешь вот он у него есть некие обязательства он должен вот вернуться допустим московской области искать здесь работу есть театры да есть там культурное учреждение или он совершенно свободен и он должен пытаться там попытать счастье в москве ну к сожалению все кто приезжает москву редко кто возвращается мы например некоторое время тому назад отказались от от целевых курсов например национальных с кавказа практика давай объясним слушателям о чем речь балкарские студии кабардинские студии чеченские студии и мы договорились что ассоциации театров кавказа что они направляют двух-трех людей я вообще сейчас вот придя в гитис впервые собираю попечительский совет и я вот уже например ну такому известному и меценату и бизнесмену усманову например я ему послал письмо с таким предложением что вы платите за двух режиссеров они и заключается с ними договор такой вот кредитный чтобы они после этого были обязаны отработать старом осколе и в губкине белгородской области это города где вот эти компании работают и это должен быть кредитный договор согласно которому человек хочет он он естественно едет и отрабатывать эти три года то есть он получает заранее уже уверенность в том что он имеет работу да не хочет он ехать туда пожалуйста ты выплачиваешь кредит как ты выплачивал бы его образовательный кредит там любому из тех крупнейших наших банков которые такие кредиты выдают и мне кажется что такая практика должна быть потому что иначе мы к сожалению да мы не поднимем искусство региона и мы не можем заставить человека быть порядочным да 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 а мы можем его заставить быть разумным да и расчетливым да ну у тебя есть деньги ну пожалуйста выплачивай потому что к сожалению например мы с чем сталкивались что приезжает сюда чеченский курс отучился и он не возвращается в чечню они остаются здесь они будут играть бандитов сериалах да что в общем мне кажется должно быть унизительно как вот для русских актеров голливуде да играть русских бандитов так и для вот чеченцев которые получили образование вместо того чтобы приезжать в грозный обречены определенные амплуа да 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 которые могут в грозном в трех театрах которые которые там поддерживается очень хорошо я вот сейчас в сентябре или в октябре поеду в грозный они приглашают и посмотрим и будем говорить дальше сотрудничестве но мы именно предлагаем вот так вот два-три человека на курсе тогда чаще они возвращаются и уже ищут работу у себя на на родине но это должно быть вот мне кажется такой вот очень практичный подход потому что конечно я прекрасно понимаю что есть там очень хороший театр в мытищах есть хороший московский губернский театр губернский театр очень хорошие и я как раз всячески поддерживаю сергей безрукова в его невероятном энтузиазме в поиске каких-то лабораторных методов но таких лабораторных методов которые бы не добавляли просто строчку биографии режиссера когда он только закончил гитис у него 20 уже спектаклей но ни один из них ни один человек не мог увидеть потому что его сыграли на лаборатории все и больше его нету а все таки вот я знаю что сергей витальевич он приглашает режиссеров чтобы они да он он очень кстати говоря он у нас был в гитисе на нескольких дипломных спектаклях смотрел режиссеров разговаривал с ней после этого к нему его окружила большое количество артистов спрашивали можно ли к нему прослушаться не верили вообще что настоящий живой безруков приехал на обыкновенный рядовой дипломный спектакль и вот насколько я понимаю они договорились о том что там будет павел артемьев как раз ученик хейфица ставить и ну по-моему это очень очень хорошо он начинает что мне кажется тоже целесообразно с малой сцены потом на большой точно ну точно так же как это галина борисовна волча которая первая начала такие опыты со студентами делать то есть сначала на другой сцене современника потом уже на основной как это было и с егором перегудовым искать и половцевой и с кириллом вытоптовым мне хотелось обратиться как раз к другой твоей постаси по стаси театроведа театрального журналисты человека любящего театра при этом все-таки важная для нас тема это развитие регионов культурная стратегия в московской области ты знаешь о том что как я надеюсь это заметно происходит а качественный рывок в этом плане и стратегия губернатора московской области андрея воробьева это это идеология лидерства в культуре мне кажется все тут все очень просто лидерство в культуре это лучшее это качественное искусство попадает в сердце человека когда ну искренне на когда им занимаются люди я как раз на совершенно потрясающим на на двух концертах был вот эти вот ну который был первый фестиваль он приурочен был к юбилею чайковского но в этом году все это продолжилось мне кажется это это очень здорово и замечательной площадкой когда приезжает огромный оркестр мариинского театра с валилием гергиевым по-моему это очень здорово и полные залы но это то что полный зал это понятно хотя я думаю что и здесь тоже были наверное как сомнения что да соберется или нет на самом деле оказалось что еще как соберется в этом году мы проводили фестиваль чайковского на большой площадке под открытым небом и приезжал юрий башмиц новой россии денис мацуев и константин хабинский это было открытие дальше геликон опера представил два спектакля полноценных вот это конечно показало насколько огромной потребностью зрителей но если говорить о театре что мы должны сделать для того уже могут в общем про это сказали да профессионалы должны возвращаться отучившись гитте чтобы не было вот этого чудовищного понятия в слове ничего плохого нет провинциальной да но понятие провинциализм в искусстве особенно в театре мы понимаем о чем речь владимир путин свое время ввел термин депровинциализации театров и программы евгения миронова фестиваль театрах молодых мало городов которые мы принимали в московской области два раза мы проводили в дубне и в коломне но вопрос глобальный что нужно сделать для того чтобы схлынула халтура давай называть еще своими именами и антрепризное движение в плохом смысле и чтобы люди во всех городах россии могли получать качественные ну если так промоктично это свежий продукт настоящий театр ну вот честно говоря много много лет назад когда только заговорили об открытых площадках это было еще при игоре борисовича бугаеве он тогда руководил московской культурой человек легендарный именно он в свое время в бауманском райкоме он был первым старым бауманского райком партии поддержал тогда табакова и табаков это до сих пор помнит я знаю в этом смысле он как раз уникально благодарный человек который помнит вот всех тех людей кто ему помогал на протяжении жизни и тогда не у меня у одного была такая идея что вот государство дает театру довольно большие деньги там 130 миллионов 200 миллионов 300 миллионов вот она за что и дают она их дает но никакого идеологического контроля быть не может и да никакой цензуры и быть не может но мне кажется что вот она дает их в частности за то чтобы этот театр хотя бы раз один-два а лучше несколько раз течение сезона выступил не только на своей площадке но и на большом количестве площадок которые находятся в самых разных там концах москвы например если речь говорит о московских театрах да и кто-то мне говорит но почему там например ленком должен ехать там тогда ну на это всегда у меня есть что когда вот не было денег то все наши самые уважаемые театры выезжали в америку и играли в синагогах где точно аппаратура хуже чем в дворцах культурах московской области сегодня и поэтому говорить о том что что-то приспособлено более или менее да наверное часть света будет другой но это может быть да там есть спектакли более технически требующий технической какой-то изощренности есть спектакли менее да всегда можно найти да найти вот этот вот не компромисс художественный а компромисс технический да и всегда тем не менее это возможно сделать вот мне кажется что это должно быть частью государственного задания у театров потому что собственно что еще государство может и должно попросить за те большие деньги и беспрецедентно большие деньги которые наши театры получают да нигде в мире такого нет вот эта поддержка она должна сопровождаться вот какой-то необходимостью социальной работы не надо ставить нам спектакли с участием да когда все повально начали делать спектакли про глухих мне рассказала моя замечательная приятница катя бочевар которая сейчас руководит двумя галереями в москве как они значит попытались пригласить инвалидов каких-то а им когда вы что инвалиды все расписаны давно у них вообще времени нет инвалидов нашего района они заняты вот просто ну это очень хорошо это замечательно что они заняты и что они востребованы и что они чувствуют себя прикованными там своей квартире и значит ничего не могут видеть но мне кажется что вот именно такая социальная функция у театров она более естественная она она должна быть и это было бы правильно потому что потому что да мы прекрасно понимаем что там есть дорога туда есть дорога обратно да и для тебя для тех людей которые любят театр но при этом живут там не в королеве а где нибудь дальше да да это да для них это будет дискомфортная вот эта вот дорога домой обратно возможно практически это просто нельзя вот да я прекрасно понимаю что во всех вот таких городах как там троиц как обнинск там точно есть площадки которые вполне качественно имеют оборудование чтобы были сыграны там какие-то спектакли московских или областных театров там но я понимаю что у областных театров это самое задание существует у сергея безрукова это точно есть но вот мне кажется что вот здесь вот два региона которые находятся и которые друг друга все равно питают да вы же всегда можно сказать вы же в москве живете наши нашими трудовыми ресурсами да сколько людей едет каждый год и работает каждый день и работает в москве значит соответственно вы тоже за это можете поехать поработать в подмосковье но какое количество москвичей здесь живут и дышит свежим воздухом на своих дачах да во первых да я теперь имею право как исполняющий обязанности ректора гитиса сказать что я готов начать себя да у нас есть дипломные спектакли и мы с удовольствием поедем и сыграем в любом из городов и слава богу нам денег не надо для нас это будет как замечательный опыт и потом в практику запишем продюсером что они прошли практику за хорошую организацию таких гастролей пусть хоть опыт получает потому что к сожалению недавно мы что-то вот я снимал для своей передачи в кассе театра маяковск а потом вышла главный администратор это я вот хочу к вам обратиться как человек который теперь работает гитисе приходит от вас ребята с продюсерского факультета вообще ничего не знают никак продавать билеты ничего то есть значит они в теории что-то такое там им рассказали замечательно интересное они получили красные дипломы что собственно говоря делать в театре они не в курсе это очень я это принял к сведению и обязательно мы будем как-то так более практично относиться к образованию на продюсерском факультете практика вообще до огромное дело то есть мне тоже кажется что это очень правильный рецепт он такой лаконичный что гастроли и масштабах страны мы говорим конечно же не только о москве и московской области в масштабах страны кстати советское время это было это было организовано поставлено на поток театры должны ездить мне кажется для театров это тоже это же свежие впечатления новые зрители вот актеры говорят что они очень любят восприятие другое но я по опыту могу сказать что когда олег меньшиков вышел на сцену в городе серпах где он родился как он сам всем объяснял было ровно три дня в роддоме и больше никогда так сказать не переезжал и он вышел там на сцену на в двух своих спектаклях то что он получил от зала то что он творил сможет себе представить энергетически я видела как олегу евгеньевичу это важная цена уж казалось бы его трудно удивить обожанием больше его все любят обожать вот это это важно наверное я думаю что мы все вместе ты вместе с вузом возглавляема мы должны как бы административным ресурсом как советник губернатора по культуре могу сказать о том что мы должны это делать всерьез у нас такой подъезд подмосковная афиша в области но мы будем продолжать и сотрудничество с гитинсом тут может быть очень ценно для нас а для нас это я говорю что это это будет в первую очередь опыт для продюсеров которые будут наши студенты продюсеры которые будут заниматься организацией этих гастролей естественно под руководством ваших профессионалов которые возглавляют эти площадки это было бы бесценным опытом я считаю уже вот так вот мы в эфире договорились о совместной работе я напоминаю я напоминаю дорогие слушатели что сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности ректора гитиса театровед григорий заславский часто спрашивают зрители то я сейчас опять обращаюсь наверное в большей степени григория заславском театроведу вот ко мне например друзья знакомые тем более сейчас начинается театральный сезон все уже соскучились посоветуй нам что-нибудь куда пойти вот мы хотим этого мы хотим того как вот по твоим ощущениям куда сейчас вот вот у нас новый сезон 2016-17 куда зрители будут больше ходить чего они ожидают что они хотят получить от театра и что может быть действительно вот будет очень ценно получить от тебя рекомендации вот куда как тебе кажется следует идти в первую очередь что смотреть ну я не устаю все равно говорить про спектакль сон в летнюю ночь мастерской петра фомин который мне очень понравился это правда уже получается даже не прошлая паза прошлый сезон но в прошлом сезоне спектакль получил золотую маску и мне кажется совершенно справедливо получил эту награду и это вот та самая мастерская фоминка какой мы ее полюбили в лучшем своем виде где есть и глубина и веселье и какой-то вот невероятный драйв актерский который передается зрителям когда вот публика не в силах расстаться и отпустить актеров после окончания спектакля мне очень понравился новый спектакль гинкоса в дороге по очередной его такой опыт размышлений над и с романом достоевского преступления наказания где по моему какая-то грандиозная работа у игоря гордина который играет сведри гайлова и в этом спектакле главный герой не раскольников не порфирий петрович не соня мармеладова а именно этот эпизодический персонаж который выходит на первый план вот эти два спектакля что еще а вообще в одностроение как тебе кажется самым что будет самым актуальным мне кажется что вообще люди ходят в театр за сильными впечатлениями когда вот я помню одна моя знакомая она разговаривая с кассирами выяснила что самый часто задаваемый вопрос это комедия или нет потом она сказала что поменялась вот это вот самая конъюнктура вопросов и на первое место вышел вопрос места хорошие есть вообще не важно что места хорошие театр пойти на хорошие места и мне кажется что вообще люди ходят в театр пережить сильные впечатления неважно это будет смешной спектакль или даже совершенно напротив грустный поэтому мне кажется что вот успех например спектакль юбилея ювелира с табаковым тениковой и дарьи мороз он на это подтверждает люди ходят посмотреть не только там на табакова там которого там сегодня дай бог ему здоровье он жив вообще ему 80 лет а они еще ходят за давить это же очень трагическая и очень тяжелая история но одновременно это торжество театра в игре и табакова олега палыча и наталья максим на тениковой это какой-то вот театр в его вот совершенстве поэтому мне кажется вот у этого спектакля такой большой успех и на него не попасть и билеты стоят дорого хотя ну когда за про то как человек умирает зачем это кому это нужно вот поэтому мне кажется что люди ходят за сильными впечатлениями мне очень понравился спектакль сергей жиновача самоубийца по николай эрдман первый раз когда я тоже люблю когда в театре смешно это первый раз когда на этой комедии эрдмана мне самого было смешно а в театре все-таки смеешься не так часто и с другой стороны стороны я не большой поклонник этого романа но конечно с огромным интересом буду ждать спектакли мастер маргарита это такая не оказывает кажется довольно интересная линия в творчестве жиновача да ему очень интересен булгаков он стоял в амхате дни труда белой гвардии он ставил театральный роман в студии театрального искусства но можно сказать что его интерес булгакова он был поддержанный самоубийца эрдмана потому что это в общем одна эпоха и в каком смысле близкая по духу даже драматургия и вот сейчас мастер маргарита да по моему это очень очень может быть интересно и я никогда не думал что жиновач он так вот такой вот такой какой-то озорной хулиганский юмор так будет ему созвучен а в самоубийца это есть самоубийца и в москве петушки тоже тоже очень мне кажется хороший его спектакль в театре который как я понимаю переходит час меняет какую-то форму и переходит под крыло государства спасибо большое очень ценно на самом деле слушатели получили рекомендации на театральный сезон от григория заславского а я задам вопрос который мы завершаем традиционной программой поскольку программа называется полеты во сне и наяву виктор иванович мережка лично мне разрешил использовать да и конечно я говорила с ним естественно в этом да да он сказал что он как раз мне дарит это и поэтому я спрашиваю всегда в конце гостей а что дают тебе чувство полета ну во первых я иногда еще летаю во сне предположить что я расту я не могу тоже с возрастом человек наоборот да 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 ощущение полета но все-таки вот хороший спектакль дает я получаю в театре невероятный заряд вот какого-то энтузиазма а сейчас еще и у меня невероятный драйв вызывает работа в гитисе я получаю удовольствие от того что в общежитии мы повесили одноразовые сиденья для унитазов от того что мы будем давать собираемся давать жетоны на стирку для вот стиральных этих агрегатов для тех кто живет в общежитии что мы будем делать на новой сцене гитиса в новых черемушках мы будем делать там приспосабливать спортзал для спектаклей где сможет играть свои спектакли и володя панков и другие самые смелые экспериментальные работы тоже там можно будет при пристроить и это тоже вызывает у меня все огромный энтузиазм и я получаю огромное удовольствие а меня даже не то что не удивляет меня восхищает и радует то что ты говоришь таких бытовых вещах потому что например в московской области когда губернатор ездит ездить до практически каждый день а для него не бывает мелочей и вот как раз вот это 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 с абсолютно стратегии губернатора андрея воробьева никогда не забуду когда мы приехали мельхова музей и все было замечательно нам показывали и там были люди он обратился к людям спросил как вообще и люди ему сказать что замечательно музей чудесный но в туалет войти невозможно и это было очень ну как бы показательным потому что к сожалению у нас есть такой момент иногда мы все витаем в облаках мы строим замки а вот вот с этого да как с вешалки в общем начинается поэтому это очень правильно и как раз просто молодые сильные руки должны заниматься всем в том числе и бытовыми вещами туалеты меня волнует тоже и я еще раз хочу передать вот большое спасибо губернатору вашему андрею воробьеву за поддержку я думаю что мы только в начале большого пути пути сотрудничества с куск области с легендарным институтом театрального искусства гитиса спасибо большое сегодня в программе полеты во сне на и вуз нармин гостях студии первого подмосковного радио радио 1 был исполняющий обязанности ректора гитиса театральный критик театровед григорий заславский спасибо полеты во сне и на его снармин